привет ребята привет ира всем привет привет игорь у тебя по крайней мере по мизан сцене ничего не меняется по-прежнему по-прежнему два стула которые украла в поликлинике я в каких-то очереждениях такие барные стулья я не вижу что они барные я вижу что просто такая зеленая такой зеленый дермантин и железные спинки как знаешь сидишь ждешь в бурографии они высокие они барные и вот наверху видишь иконы не видно нет у меня над головой с нами мне жалко что наши зрители видят же нашу запись ну где экран разделен на два там с двух сторон экрана как бы с другой я а когда мы разговариваем ты большая такая маленький такой в квадратике наверху прям на одном уровне так сказать твоими защитниками один из ваконастасе я там ваконастасе вещаю сейчас ну давай смотри я хотел сказать что треть но это третий день наше общение а на самом деле типа день 5 да и шестой в пятый раз-два шестой вроде да шестой день а твои твой как это правильно называется источники информации твоей проверенные а конкретно гугл сказал что с пятого дня какая-то хрень так что как раз интересно узнать как дела смотри значит смотри история какая во первых врач мне вчера в клинике сказала что запах появляется вкус и запах появляется на 5-7 дней вроде как я сегодня уткнув нос не буду говорить во что вдруг услышала вдалеке ой скажи молю тебя метафоры метафоры скажи во что ну примерно из такой серии это съедобное ну в нашем с тобой случае когда мы без работы сидим уже третий месяц это может быть что угодно даже окошко значит ладно не буду говорить короче съедобное меня никак вдалеке есть надежда на то что я обрету чувство вкуса и запахов когда нибудь да 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 какой когда нибудь типа на седьмой день завтра ну круто круто-круто а за вкус молчит пока нет вообще ничего не говорит мне те же тряпки окей вот смотри мне после мне пришло много комментариев и значит что самое тревожное в этих комментариях то что представлен весь спектр мнений что меня дьявольски пугает все вот начиная от того почему подожди нет подожди почему это пугает тебя ведь это значит что тебя читают и смотрят и те и другие это должно быть тебе приятно твоя аудитория не узкая пропутинская публика а и либералы тоже тебя читают и бабульки я объясню это страшно потому что все-таки я знаешь ли болею если бы это было по поводу какого-нибудь моего творчества тогда было бы весело но так как это по поводу моего здоровья то полярные мнения очень сильно действуют на психику а ты подвержена то есть незнакомый человек тебе пишет после того как у тебя отшибло вкус после этого у тебя будет перелом левой ноги боже мой нога один раз плевать вообще да да но если это тебе один человек напишет а если тебе напишет это 10 человек да допустим из 8 10 еще не в курсе как это работает это один и тот же из 10 разных аккаунтов забей ты че короче смотри это фабрика троллей фабрика медицинских троллей ну ладно рассказывай много хороших много хороших людей моих знакомых плюс врачи мне написали что нужно срочно сдать КТ компьютерную томограмму потому что потому что оказывается удивительность этого вируса это что такое я один из этих далеких людей там компьютерная томограмма это типа снимок грудной полости грудной клетки да это когда тебе в такую капсулу огромную туда вот так вот тебе засовывают и там вот так вокруг тебя отвлечивают вот эта штука да только она только она может в общем с максимальной точностью сказать что у меня нет пневмонии потому что вот порассказываю опять же моего знакомого очень хорошего врача у них в больнице больны 21 врач и у 6 из них пневмония при том что ни у кого не было никаких признаков никто не кашлял не температурил и это показало КТ вот это компьютерная томография томограмма они продолжают работать или что я что-то не понимаю нет они конечно уже не работают совсем но просто интересность скажем ситуации просто не будучи врачами догадались сделать себе вот такой тест догадались очень глупо звучит ну нет они их наверное направили они наверное все там как врачи как-то как у них какой-то КТ есть ну нормальный совет нет совет нормальный я знаю где можно сдать кровь на общий анализ крови и сдать еще разные испражнения ребенка знаю это одна и та же дверь где можно так с улицы можно зайти куда-то туп-туп делать и КТ есть такие услуги я посмотрела значит опять дядя гугл мне сказал что таких мест полным полно вот стоимость их начинается от типа там трех тысяч и заканчивается десяткой КТ легких так сейчас они работают или они на самоизоляцию эти места они работают я даже позвонила в два места значит любопытность есть ситуации в том что например я спрашиваю сколько стоит КТ там мне говорят три двести но мы без назначения не принимаем я говорю а что нужно чтобы получить назначение они говорят нужно зайти к нашему доктору я говорю а могу я не получить назначение они сказали можете если не заплатите тысяча восемьсот понимаешь то есть люди просто увеличивают подожди это очень смешно и очень тупо что мешает им просто сделать стоимость КТ пять тысяч рублей я думаю что во время пандемии понимаешь люди которые увеличивают стоимость вот этого супер важного теста там полтора-два раза будут выглядеть немного ну некрасиво нехорошо а особенно если это государственная то это всем привет это невозможно поэтому они просто но можно подожди но ты можешь за три двести купить у них услугу КТ приехать и тебе за тысяча восемьсот бахилы продадут и ты к них дойдешь до кабинета возможно не знаю ну короче это мои догадки может быть какая-то схема гораздо проще и не такая в общем она сейчас они принимают сейчас сейчас принимают короче да можно ты чего решила думаешь еще слушай я думаю да понимаешь я пытаюсь поймать в себе признаки пневмонии я пытаюсь почувствовать сдавленное дыхание чувство сдавленности в грудной клетке там какой-то намек на кашель там тяжелое дыхание что-то я хочу какой-то симптом чтобы пойти и потратить эти там от пяти до десяти тысяч вот ну не знаю как-то мне психологически будет понятнее вот но может быть я наверное сделаю пока тебя пока тебя дышит не коронавирус а жаба что-то верно ой-ой-ой мне очень стыдно у меня есть вопрос и он видимо не к тебе а к тем кто советует делать кт да попахивает хорошим советом на самом деле меня смущает что сейчас туда ломанулись уже те кому насоветовали то же самое люди с любыми там намеками на симптомы ну не только переживающие люди но и действительно люди у которых там что-то началось да и это тебя в такой у тебя в такой как бы в трубу такую загоняют и вот до тебя в этой трубе кто-то лежал кашлял там на вот эту стенку сверху я уверен что они там это все не дезинфицируют там просто каждого так знаешь прям жестко ну а у тебя там это кусочки слюны все упадут на тебя пока там нет нет все клиники на всех сайтах своих у них большими буквами написано что они очень тщательно следят за своими аппаратурой и дезинфицируют все так хорошо что прям вообще никаких шансов поймать чего-то это шанс я не знаю ну да учитывая то что я выходя в одну комнату то стремно зайти после больного а да а считай лезть залечь после него в такую коробку ну в общем видимо надо сдать КТ понимаешь что меня что что мне интересно что характерно когда я начинаю задумываться а извини пожалуйста я все таки продолжаю извини я продолжаю настаивать на том что несмотря на происходящее у нас юмористический подкаст поэтому сейчас обязан прокомментировать что для интернет аудитории нашего с тобой примерного возраста сейчас разговор идет про КОТ ну в общем да все все мне советуют КОТ я вот думаю действительно надо пойти и сделать КОТ КОТ у меня есть вот один извини непосредственно что я тебя веду в какой-то в мир ну давай договори свою мысль смотри мысль мысль у меня такая что как только я начинаю задумываться нет ли у меня симптомов и ощущения сдавленности грудной клетки если очень сильно концентрироваться они тут же появляются они очень быстро появляются я в связи с этим я провожу такие классику в связи с этим я провожу такой эксперимент значит сначала я концентрируюсь на своих легких потом я концентрируюсь на своем желудке потом я концентрируюсь там не знаю зачем а вот допустим я хочу понять это у меня действительно болит или просто я так умею здорово концентрироваться иначе у меня начинают аааа могу ли я сама себя убедить что у меня тешится ухо абсолютно верно и я хочу тебе сказать что действительно способности я свои недооценивала как только начинаю задумываться о коленях понимаешь они у меня начинают здорово ломить да поэтому на самом деле я за собой давно это заметил уже реально поэтому понимаешь говорить короче о том что у меня там есть какие-то симптомы да фиг знает я сейчас вот говорю начну загоняться они появятся безусловно и не лучшую службу здесь служат эти ну вот комментаторы в социальных сетях которые подкидывают лишний повод на что обратить внимание и сфокусироваться да ты начинаешь сразу фокусироваться не на самом деле мне очень приятно конечно что люди очень мне желают крепкого здоровья и принимают во мне участие вот и сразу все свои знания по вопросу прям мне несут вот это очень спасибо да большое вот но есть некоторые но но наверное завтра все таки я пойду сдаваться на какой-нибудь МКТ и посмотрю что там у меня ты да но без шуток решила прям или ради нашего подкаста сейчас я не ну надо как бы как надо сходить раз говорят люди а те люди которые тысячи людей которые писали что если у тебя отшибло вкус и нюх то значит у тебя легкотня да кстати и такие вот и такие люди тоже есть их тоже очень много которые говорят вообще забей просто все херня вот это все да да я короче хорошие да нет они тоже хотят меня поддержать понимаешь они хотят показать что я ипохондрик понимаешь и на фоне этих как их называют новостных лент да почистил себе что-то вот и они тоже хотят меня подбодрить так сказать понимаешь да да хорошие хорошие но все хорошие все же с добрыми побуждениями абсолютно верно они же не знают как это разламывает тебе мозг ужасно понимаешь в итоге я действительно я понимаешь нахожусь абсолютно одна в квартире вот уже второй месяц и я вот так вот понимаешь я думаю что мне теперь делать этот ты этот как горлом который мне надо сделать кафе да нет все херня я начиталась лент кафе только кафе да нет просто не читай комменты но комменты я всегда правы комменты моя прелесть да 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 это сейчас я вот так вот так я и провожу время понимаю я бы тоже так проводил просто я отвлекаю себя домочадцами у меня есть отвлекающий маневр да а то бы я тоже уже вообще на стену бы полез а ты не чувствуешь себя никаких потусторонних признаков нездоров я очень много чувствую всех потусторонних штук очень много но у меня есть я даже не знаю как это назвать если я начну сейчас мои симптомы перечислять то ты подумаешь что у тебя просто день рождения ерунда ерунда потому что я просто не могу встать и не могу дойти до туалета даже так меня ломает но 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 у меня есть как это правильно называется ну как бы успокаивающий такой как бы балансирующий мою психологию грузик такой все пройдет таблеточка успокоительная нет все пройдет это классика нет у меня есть штука что я специально начитался про акклиматизацию и нашел у себя все а я тоже самое и я говорю себе и там написано что там до пяти до шести дней и я вообще то есть считаю так это вот оно и все и не удивлюсь если так и есть потому что уж больно все сходит ну ты довольно долго там был конечно я был очень долго да а тут я вот четвертый день и и и и и и был все в рамках вот и ты знаешь что ты пропадаешь у нас очень сильно ухудшается связь и соответственно ухудшается запись вот что меня тревожит вполне возможно это я давно это заметил знаешь по какому ты отвечаешь на вопросы примерно через минуту после того как я их задаю может это симптом а симптомы я и думал я и думал я и подумал что может это не в интернете дело я не знаю определенно сейчас просто 8 часов я заметила что каждый день где-то под вечер начинает ухудшаться качество связи вот я просто боюсь что мы в определенный момент потому что соседи начинают смотреть киношку те самые соседи к интернету которых и подключилась которые заразили меня коронавирусом через вай-фай передается отлично мне будет повод сегодня еще о чем-то вечером подумать ладно я завтра попробую слушай ну давай завязывать я поняла твою мысль даже две мысли в общем-то я для себя понял первая мысль не читать советских газет а в нашем случае комментарии в социальных сетях а вторая мысль все-таки сделать это мы можем всем сказать кто начинает сомневаться каких-то своих самочувствиях да ну видимо да если ты ну смотри я тебе предлагаю еще подумать но если ты прям решил сделать давай тогда если я завтра резко вдруг начну себя чувствовать значительно бодрее например проснусь начну петь песни танцевать нарядку это возможно а я в обычной жизни здорово этого не делаю понимаю что тогда сто пудов даже такое произойдет я брюнетка вот с такими вот губами вот в таком случае если будет какой-то эгегей то тогда я не буду его делать а если я прям буду чувствовать себя также уныло что-то вяло и что-то у меня там где-то будет мне как мне покажется щемить я лучше схожу вот потому что очень нормальный совет да очень не хочу в лен-экспо да там сейчас выставка так да друзья спасибо вам за внимание выставка голых людей там да ребята да всем спасибо что вы нас не только смотрите но и комментируете и несмотря на то что мы вас после сегодняшнего выпуска ира мы тебе желаем эгегея завтра до сутра и в любом случае выйдем с тобой на связь узнать новости давай до завтра все всем пока друзья пока пока пока